Сегодня прекрасная погода, не так ли? Да, прекрасная погода. А как вы думаете, что будет завтра-послезавтра? Не поговорит ли нам лучше о дне сегодняшнем? Будет дождь? Возможно. Значит, это вы? Неужели нельзя было придумать пароль покороче? Такая погода, какая погода. Не пыхтите. Ближе к делу. Фотографию принесли? Все принес. Где он? Кто он? Ну что, близнецы? Да, близнецы. Но отличить нас можно. Видите, у него на лице родинка. Видите? Не вижу. Но это будет дороже. Почему дороже? Велика вероятность ошибки. Вот мы в детстве. Я тонул, а он меня спас. Я без сознания. У него, видите, трусы цветочек, а у меня горошек. От нас можно элементарно отличить. Вот видите? Да вижу, вижу. Он что, в трусах придет? Хорошо. Есть более взрослые фотографии. Вот, смотрите. Я попал под машину. Это фотография в больнице. Мне делают переливание крови. Он отдал мне всю свою кровь. Смотрите, я лежу розовенький, да? А он весь зеленый. Вот видите? Вот смотрите. Просто... Да вижу, вижу. Но это черно-белая фотография. Хорошо. Есть фотография на свадьбе. Вот моя свадьба. Мы, кстати, с ним любили одну девушку, Зою. Но она мне отказала, вот, а он мне ее уступил. И он даже ради меня вот усы сбрил, чтоб мы были одинаковы, чтоб она на мне женилась. То есть, вы хотите его... Да? Сколько? Чего сколько? А. Да вы что, с ума сошли? За эти деньги только я могу постоять в подъезде. С табуретом. Прости. Все, больше... Да за эти деньги я могу его только пастой измазать. Измазать. Ваша цена. Дорогой. Вот это мы как раз сделаем вот так вот. Мы что с вами сюда пришли? В крестские нолики играть? Хорошо. Мы с вами серьезные деловые люди. Давайте сделаем так. И в заключении программы криминальная хроника. Вчера в Лидинском районе по улице Красноармейской было совершено преступление. Неизвестные позвонили в дверь предпринимателя Потапова Александра Валерьевича и скрылись. Войдя в подъезд, Потапов обнаружил на лестничной клетке своего брата Владимира Валерьевича Потапова. Зверски измазанного зубной пастой. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ложного вызова милиции. Прошу вас, Потапов, сказать несколько слов. Я знал, я чувствовал, что этот кретин обязательно перепутает меня с братом. Хорошо, что я дал ему мало денег, что хватило только на зубную пасту. Вытащите меня отсюда, пожалуйста. На этом, дорогие друзья, наша программа заканчивает свою работу. Присылайте новые сведения. До свидания. Операцию будем производить быстро, без шума и пыли, с особой ответственностью и по-мужски, как всегда. Есть! Командовать операцией назначаю лейтенанта Дукалеса. Так, Дукалеса в отпуске. Как в отпуске? В отпуске Дукалеса. А кто будет командовать? Может, командалес? Хорошо, командалес. А где у нас Рукалес? Рукалес собирает улики. Угу. Тогда скажи Нагалесу, чтоб он взял Рукалеса и проследил, просмотрел за ходом операции. Так, сказать-то я скажу, но они посмотрят, но могут же не увидеть. Тогда в помощь возьмет Глазалеса. Нет! Мозгалесу и Головалесу скажи, чтоб они обдумали дальнейший ход операции. Слушай! А где у нас Бухалес и Валелес? Да как обычно. Тьфу! Черт! А этот? Со странной фамилией? Ээээ... Сержант Иванов? Но! Так вы же ему дали сегодня отгул. Он пошел в паспортный стол менять фамилию на Иванялись. Я назначаю командиром этой операции тебя. Старший лейтенант, помогали с ним. Урали! 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 Дай пистолет. Зачем? Уже связано. А если он развязался? Тогда пристрелись. А если ему в туалет надо? Это надо открывать. Тачка новая. Открывай. Хорошо. Ну что? Ну что? Надо кляп выносить. Зачем? Чтобы узнать, что он хочет. Угу. Можешь сначала рассказать, что нам идти его надо? Угу. Угу. Расскажи. Сначала рассказать кляп вытуть? Угу. Или вынуть кляп потом рассказать? Угу. Не тупи. Ну, хорошо. Минуточку. Как ты думаешь, он нам вообще нужен? Мне нет. А кому? Не знаю. Может его выбросить? Выбросить всегда успеем? Да. А что он делает у нас в багажнике? Не знаю. Надо спросить. Ты че? Ты че? Устал? Ты че устал? Как он ответил? У него же кляп в рту. Пусть мотнет головой, если устал. Мотни головой, устал или нет? 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 Мотни головой, устал! Мотни головой, устал! Он устал, устал, устал. Пусть отдыхает. Теперь я займу и саду. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Попал! Маш, Маш, мне опять такой сон приснился! Маш! Не зря, Квики! Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, Упырь, так и будем в моргалки играть? Проблема, Валер! Я тебя слушаю, Упырь! Очень большая проблема! Я имею в виду, внимание! Раньше территория города была поделена на две половины ровных! Ну, сейчас ваши пацаны сделали черту и рыбанули по центральному парку! Это исторический парк, понимаешь? Я знаю! Но получилось так, что они поделили и туалет, который стоял в центре! Его нельзя передвинуть, только каменный! Одна половина ходит в ММЭ! А куда моих пацанам ходить? Конкретно идите в ЖО! Валер, ты знаешь, куда сам пойдешься? Я попросил бы без взаимных оскорблений, ладно, Упырь! Хорошо, давай решать! Реально, конкретно! Давай, давай, давай! Присядем! Присядем! Вот, Валер, вот раньше была граница, видишь, нет? Вижу! А сейчас ее сделали, вот, прям по центральному историческому парку! М и ЖО! Как нам ходить? Я предлагаю отнести черту, вот это, поставить перпендикулярно, вот так! Ваша половина будет эта, а эта половина будет наша! Так, а я тогда здесь теряю хлебозавод, а здесь три пачки! Зачем мне это? Так у тебя остается, у тебя остается зоопарк, у тебя остается развлекательная программа и фитнес! А что я буду делать с зоопарком и парком зимой? Летом ладно, а зимой я предлагаю сделать следующее! Смотри, вот весь центр, да? Центр мы обводим вот так кругом, и поскольку, увы, у нас более центровые, ну это никто не оспаривает! Все, что в середине, и ЭМ, и ЖО, все ваше, понимаешь? А все, что вокруг, заберем мы, с пацанами! Нравится! По рукам! По рукам! Все? Все! Я только не пойму, как я до центра добираться-то буду сам? Элементарно! Вертолеты! Проходите! Здравствуйте! Здравствуйте! Я по объявлению! Очень приятно! Федор! Иннокентий Киша! Очень приятно! О, коридорчик узковат! Пролезет, мы пробовали! Кто пролезет? Пианино пролезет! А-а-а! Проходите, гляньте! Гляньте! Да-а-а! Ну, это, значит, газы, шум, это все слышно в этой квартире! Что сделаешь? Вы инструмент гляньте! Еще дедушка играл на нем! Ни разу не ремонтировали! Звук! Да, слышу, слышу! А диванчик оставляете? А диванчик не было в объявлении дивана! Ну, а так, оставляете или нет? Оставляем? Куда же мы будем? Другое дело! О-о-о! С розеточкой плохо! Ну, я... Да, а что это у нас обои-то? Отошли! Отошли! Давно ремонт-то делали? Ремонт давненько! Гляньте вообще, гляньте! Гляньте, какая прелесть! Полировка! Ничего не поменялось! 2,20? Да! Ну, что это? Стандарт! Даже не подпрыгнуть! Стандарт! Ну, а как соседи? Слышимость? Соседи отвратительные! Вот из-за этого сыр-бор! Просто невозможно! Антимузыкальные, неприятные, негуманные люди! Ну, это мы исправим! Иннокентий, все мы хорошо исправим! Да! Ну, а как? Топят? Постоянно топят, честно скажу! Заливают потолки, не успевают просыхать! Ага! Ну, это мы устраним, Иннокентий! Это устраним! Все переговорим! Вы скажите, вы пробовать будете инструменты? Или как? Или я вам поиграю? Да не надо играть! Что-то надо! Пианино, как пианино! Знаете, Иннокентий, я хочу вот что сказать! Так, между нами говоря! Ну, так по-мужски, сколько? Я... Кеш, не нервничай! Сколько? Я узнавал реальную цену, и я сразу скажу, я опускаться не буду! Цена окончательная! Ну, не дави, не дави! Говори, сколько, Кеша? Пятьсот! Чего? Пятьсот долларов! Кеша, да ты чего? Пятьсот долларов, а не ниже! Кеша, да ты чего? Не опущусь! Кеша! Да какие могут быть разговоры? Да кто же здесь против-то, Кеша? Да я тебе не пятьсот дам! А знаешь, сколько? Шестьсот! Считай, Кеш! На! Дорогой ты мой человек! Раз, два, три, четыре, пять! Получи, Кеш! А вы сказали шесть! А, шесть! Шесть! По рукам! Ну, по рукам! По рукам! Приятно, что вы умеете ценить прекрасно! Кешка! Спасибо! Я даже знаешь, что тебе скажу? Нет? У меня сегодня день рождения! И ко мне сегодня придут ребята! Ну, короче говоря, попразднуй маленько! И за одним соседями познакомимся! Так что я тебя приглашаю! Куда? К себе домой! А адрес какой? Я ж не знаю! Как какой? Адрес ты не знаешь! Вот! Вот этот адрес и есть! Я же по объявлению, я ж тебе квартиру купил! Я не понял! Чего ты не понял, Кеш? Как квартиру? Вы что? За такие смешные деньги! Я пианино продавал! Я объявление насчет пи... Пианино? Какое пианино, Кеш? Да вам! Какое пианино? Красивое подъемное! Ты бабки взял? Бабки взял? Я готов вернуть, ваш шеф! Я тебя верну! Знаешь сейчас чего? Ты бабки взял? Бабки взял? Взял! В 19.00 освободишь квартиру! У меня придут ребята! Понял, нет? Понял? Подождите минутку! Пожалуйста! Что? Ну что? Слоника, подержите! Зачем? Подержите, пожалуйста, слоника! Ты что, Кеш? Кеша, ты что? Кеша! Кеша! У тебя сегодня день рождения? Да! И ребята придут, да? Придут, придут! А музыка будет? Нет! Ты пианино купил? Купил! Забирать! Хорошо! Мурку им сыграешь! Понял! Попрошу тишины, ребята! Попрошу тишины! Дорогие мои друзья, пацаны, братаны, с кем я прошел огонь? Попрошу тишину, воду, и не побоюсь этого слова и трубы. Я не забуду тот день, пацаны, когда я в 89-м году открыл ларек. И сам стоял, торговал сигаретами Памир и Ватра. А утром приезжали ребята и брали пусту. Я не забуду тот день, когда мы открыли большой ларек. И там уже были не сигареты, а там сидели мои пацаны. И Эдик сидел. Один раз мы приехали. И получилось так, что и Эдика, и денег не было. Я думал, где же Эдик? Мы подъехали через трое суток. Не было ни денег, ни Эдика, ни кассового аппарата. По сей день понять не могу, зачем Эдику гадстовый аппарат был тогда нужен. А вот Эдик. Эдик приехал. Встречайте, ребята. Эдик. Колян, это я, Эдик. Колян, в этот торжественный день не хотелось бы говорить громких слов. Ты и сам все знаешь. Спасибо тебе за то, что ты всегда был реальным пацаном. Спасибо тебе за то, что когда ты меня ловил, ты меня не поймал. Но и я тебя не поймал. Заметь, Колян, жаль, что наши пути с тобой разошлись. Я знаю, что за мной есть небольшой должок, но в тот момент у меня не было другого выхода. Я надеюсь, ты меня поймешь. В этот торжественный день хочется вспомнить нашу дружбу и в честь нашей дружбы. Я хочу вернуть тебе этот кассовый аппарат, с которого начинался наш небольшой бизнес. Я его тогда просто нечаянно в попыхах прихватил. С днем рождения, брат! С днем рождения, брат!